Валерий Анатольевич Рубаков Валерий Анатольевич Рубаков, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Академии наук и заведующий кафедрой физики-частиц космологии физического факультета Московского университета. В данный момент меня больше всего интересует вопрос о самой начальной стадии эволюции Вселенной. Мы знаем, что была горячая стадия, мы про нее довольно много знаем и довольно много можем дальше происстраполировать, но это не первая была стадия, и тому есть такое вполне надежное свидетельство из прямых наблюдений, что до этой горячей стадии была еще одна стадия развития эволюции Вселенной, о которой мы что-то можем догадываться, но однозначно ничего не знаю пока. Наиболее популярная гипотеза это космическая инфляция, уже давно такая теория существует, но это не единственная возможность. Меня сейчас больше всего интересуют возможности выхода за рамки вот этих инфляционных представлений. Может быть Вселенная была совсем не такой, какой мы привыкли думать, может быть она начинала свою эволюцию с сжатия, потом перешла на стадию расширения. Такое возможно в принципе. Ну и вот попытки построить самосогласованные модели теоретически таких сценариев, это пожалуй то, что сейчас меня больше всего интересует. Надо сказать, чрезвычайно трудная задача, неожиданно трудная. А я не нахожусь ни на каких руководящих должностях. Быть завкафедрой на физическом факультете это не очень такая руководящая должность, с одной стороны, с другой стороны, это не так много времени и сил занимает. А другие руководящие, ну какие-то там есть такие полуобщественные, но все-таки в основном у меня наука, ну и преподавание тоже. Я люблю и с удовольствием занимаюсь со студентами. Наверное, отправной момент в физику произошел тогда, когда мне в руки попала книжка Григорьева и Мякишева популярная, которая называлась «Силы в природе». Сейчас на ней нам никто не знает. Это книжка про, написанная вполне популярным простым языком, про физику элементарных частиц. Она была очень увлекательная, мне это очень понравилось все. Но я вообще плохо себе представлял, что такое физика, но все-таки мне казалось, что это было бы интересно поизучать вообще, понять, что такое физика и в нее как-то въехать. И я попал потом в 57-ю школу, сдал там собеседование, попал в 57-ю школу московскую, физический класс. И там мне повезло сильно, у меня был замечательный, потрясающий педагог, физик, преподаватель физики в этой школе, Владимир Владимирович Бронсман. Вообще, это потрясающий педагог был. И если бы, я думаю, была бы в книге рекордов Гиннесса строчка, кто больше всех выпустил физиков на свете, таких действующих, реальных физиков, то я думаю, что Бронсман был бы в этой строчке первым. Много есть людей, которые пошли в физику после того, как они проучились в 57-й школе, ну или в 579-й, потом у Владимира Владимировича Бронсмана. Ну, дальше уже все было понятно. Значит, мне очень понравилась физика, я так, наконец, понял, с чем ее едят. И так, значит, когда в 8-м классе я учился, я думал, что это такая писательная, рукомахательная наука. А в 9-м классе у Бронсмана выяснилось, что это формулы, что это уравнения, что это все очень, так сказать, количественно и увлекательно. И дальше мне было более-менее очевидно, что я пойду на... решил прийти на физический факультет МГУ. Были сомнения, физфак или физтех, но я все-таки решил в университет поступать. Ну, и это как-то был очень естественным шагом. Дальше все покатилось, так сказать. Ну, мне понравилось, что это точная наука. Что это, с одной стороны, наука о природе, которая позволяет сказать, как устроен мир. А с другой стороны, что она позволяет сказать, как устроен мир, количественно. С помощью формул, с помощью уравнений. И потрясающим образом выясняется, что вот эта вся математика действительно имеет отношение к реальности. Вот это удивительно. Что, несмотря на то, что мы проникаем все глубже и глубже в структуру и свойства вещества, или во Вселенную, все дальше и дальше, все равно математика удивительным образом оказывается адекватным языком и способом описания всего этого. Потрясающество дело. Невозможно. Я до сих пор не могу понять, почему так происходит. Вы знаете, я бы сказал так. У меня было несколько таких моментов, но один из них, я готов рассказать поподробнее, это момент, когда я думал, что я сделал интересную работу. И нетривиальную. Это было в самом конце аспирантура. Ну, не в самом конце, но на третьем году. Аспирантура, я сам дошел до некоторой идеи, сделал работу, сделал соответствующее вычисление, все. Послал в журнал европейский, physics letters, такой, ну, известный, хороший журнал, все. И оттуда получил отказ. Не отказались ее брать, и было написано так, этого не может быть. Там я некое явление, так сказать, описал. И ответ был такой, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Значит, ну, я решил, что, наверное, я молодой человек совсем, да, собственная работа, не с кем-то там вдвоем сделанной, не с научным руководителем, а сам, мне казалось, что она правильная, но я решил про себя, что я, может быть, так сказать, ничего не понимаю в этой физике, может быть, мне не надо ей заниматься. Я послал похожую статью, близкую к этой отклоненной, послал в наш журнал письма в жертву. И помню, что, значит, поехал в Дубну на, ну, предзащиту диссертации, там, значит, писалиозов в Дубне, приехал в Дубну, и помню, что у меня все время скребли кошки. Вот сейчас мне отклонят эту, отклонят эту статью из писем жертв. И зачем я буду диссертацию защищать, не буду я ее защищать. Уйду из физики. Позвонил из Дубны в редакцию писем жертв. Взяли. И это было для меня очень большой, так сказать, такой позитивный толчок. Потом эта статья оказалась правильной, там ее, так сказать, еще один физик Каллан из Принстона сделал, так сказать, ну, повторил, сделал, ну, квазенезависимо соответствующую работу. И она сейчас вполне, как говорится, принята, что все правильно там было. Но вот это был для меня такой очень нетривиальный момент. И было продолжение, могу рассказать. Продолжение было такое. Я был в Кембридже, и меня пригласил полузнакомый человек, физик, на ужин в колледж, Тринити колледж, это такое крутое место. Значит, пригласил на ужин, поужинали, все, потом мы выходим, он говорит, наложи на меня ептимью. Я не знал, что это такое, по-английски я до сих пор не помню, как это называется, но я, когда начал интересоваться, что это за слово, он говорит, ну, это вот то, что положено, чтобы, ну, человек, чтобы искупить свой грех, он должен, значит, сделать какие-то действия. Ну, я ему сказал, что он должен сделать, он мне ответил. А ты спрашиваешь, а в чем грех-то твой состоит? Я был твоим рецензентом, сказал. Это было уже лет через 20, после того, как эта статья была отклонена у меня из этих физик-казаторов, с оказыванием он был рецензентом, Голуба потом переживал. Ну, у меня были случаи, конечно, с ИИ отрицательные. Была хорошая работа, которую я сделал с моими коллегами, про, она как бы еще, инфляции тогда не было еще, но она как бы была близко к тому, что вот сейчас называют словом инфляция, в каком-то степени она, так сказать, предваряла, что ли, отвечала на один из вопросов, который инфляционная модель вселенной отвечает. Ее тоже зарубили навсегда, и она теперь никому неизвестна, и, так сказать, вот такой отрицательный ответ случился. Может быть, в связи с тем, что мы как-то тогда не очень хорошо писали, может быть, это все было связано с тем, что, ну, все-таки, в иностранные журналы, когда пишут, у них свой стиль тогда был, тогда это все было не настолько глобализовано, как сегодня, и был немножко свой стиль изложения, но, в общем, короче говоря, отфутболили, и отфутболили навсегда, к сожалению, так она никому неизвестна, кроме нескольких человек, которым я ее рассказывал на семинарах, там, и так далее. Ну, вот эта, которую я упомянул, самая первая, ну, одна из самых первых работ, она так вполне, она не подтвердилась экспериментально, это вот о чем была работа, это была работа о том, что если у вас есть магнитные монополии, такие частицы с магнитным зарядом, без электрического заряда, но с магнитным, которых в природе до сих пор так и не обнаружили, то оказывается, что взаимодействие с протоном, они производят его распад, катализируют его распад с большим выделением энергии, причем вероятность этого очень большая. Вот это было воспринято в штыки сначала, а потом, вот, так сказать, все-таки то, что я рассказал, в конце концов, эту идею восприняли, она существует, и она правильная, правильный теоретический результат, но, к сожалению, монополий нету в природе, не было обнаружено до сих пор магнитных монополий. Еще одна работа, которую мы сделали с Шапошником Михаилом и Вадимом Кузьминым, это работа правильная, и она тоже очень пошла, работа относится к тому, уже к ранней Вселенной, к тому, как там происходят процессы с нарушением барионного числа. Это вот что такое. Это, значит, у протона есть, почему протон не распадается? Потому что у него есть свое барионное число. Все частицы в микромире, они распадаются, если им что-то не запрещает этого делать. Либо закон сохранения энергии, либо закон сохранения заряда, как для электрона. Почему электрон стабильный? Потому что у него есть заряд, это самая легкая частица с зарядом. Он не может распадаться на другие частицы, потому что более легкие частицы, нейтрино, все нейтральные. Протон не распадается, потому что у него есть барионное число, тоже сохраняется, и это самая легкая частица с барионным числом. Так вот, выясняется, что в ранней Вселенной, это наша работа с Кузьминым и Шапошниковым, что в Ранней Вселенной были процессы с нарушением барионного числа, когда, условно говоря, протон быстро распадался. Но это не буквально процессы распада протона, но процессы, где барионное число нарушается, не сохраняется. Это тоже довольно долго воспринималось в штыки. Мы сказали, что вероятность эта большая в Ранней Вселенной при высоких температурах. И нам долго не верили, были несколько работ, где написали, что мы все неправильно понимаем. Но потом все-таки были и другие работы, и наши, и наших коллег, которые все-таки убедили, что мы правы, и это сейчас принято в сообществе, что действительно были такие процессы с быстрым нарушением барионного числа. Уже в известной теории, уже в той теории, которая на сегодняшний день установлена стандартной моделью. Почему это важно? Потому что это существенно для объяснения асимметрии между материей, веществом и антивеществом. У нас в природе, во Вселенной есть вещество, могло бы быть и антивещество, но его нет. Слава Богу, потому что мы бы с ним проаннигилировали. Но его нет. Такая есть асимметрия. И вопрос, как она возникла у Вселенной, был еще с сахаром поставлен в 67-м году. И до сих пор на него прямого однозначного ответа нет. Но вот это наше утверждение о том, что барионное число не сохраняется, оно очень существо для любого практически сценария генерации, образования вот этой вот асимметрии между веществом и антивеществом у Вселенной. Такая была работа, она тоже так вполне хорошо известна. В общем, были работы разные. В физике элементарных частиц было два очень крупных открытия. Одно из них – это то, что называется осцилляция нейтрина. Это превращение нейтрина из одного типа в другой. Вот есть в природе три типа нейтрина. Электронная, мионная и тау-нейтрина. Они три разных типа. И электронная нейтрина рождается совместно с электроном или позитроном. Мионная с мионом или антивионом. Тау, соответственно, с тау-лептоном. Так вот, оказывается, что нейтрина разных типов превращается в друг друга. Прямо в вакууме. Летит электронная нейтрина, а прилетает детектора мионная. И летит мионная нейтрина, а в детектор прилетает тау-нейтрина. Такой процесс, его называют нейтринной осцилляцией, потому что если электронная нейтрина вылетела, летит по вакууму, то она может превратиться в мионная, а мионная опять в электронную. Вот такие осцилляции происходят в типах нейтрина. В зависимости от расстояния, от времени полета. Это одно было открытие капитальное, сделано, но у него долгая история. Нейтрина настолько тяжелая, сложная частица, что делать открытие с этими нейтрина очень-очень тяжело. И эта история начиналась в 60-х годах и завершилась где-то к началу нынешнего тысячелетия. Это очень крупное открытие. И второе, за нее, кстати, Нобелевская премия была присуждена. И второе открытие, это открытие Бозона Хиггса. Это всем известная новая частица, очень интересная, важная. В 12-м году было открыто в Церне, тоже Нобелевская премия, тоже было за это дело присуждено. Это в физике лимитарных частиц. Я бы сказал, вот два самых главных открытия было сделано. Хотя много других было, интересных явлений открытых в физике лимитарных частиц, но это вот самые такие топовые. А в космологии много открытий, начиная с открытия понимания того, что есть темная материя, что есть темная энергия, что Вселенная наша, другим словом, расширяется с ускорением. Она долгое-долгое время замедлялась в своем расширении. Сегодня она с ускорением расширяется. Это тоже неожиданнейшее было открытие. И вот это вся представление о том, как устроена Вселенная, это очень большой набор открытий целых. Открытие анистропии реликтового излучения, то есть то, что карта реликтового излучения пятнистая, что в разных направлениях на небе реликтовое микроволновое излучение имеет немножечко разную температуру. Тоже это капитальнейшее было открытие в начале 90-х годов, которое затем привело к очень такому хорошему пониманию, как устроена наша Вселенная сегодня. Так что открытий много. Капитальнейшее, конечно, открытие. Хотя теоретики не сомневались, что есть в Пежоте гравитационные волны. И более того, было известно по косвенным данным, что они такие излучаются. Это косвенные данные, есть такая двойная система, в которую входит пульсар. И можно измерять период обращения двух тяжелых нейтронных звезд вокруг дружки. И если излучается гравитационный волны, при этом они излучаются, должны излучаться, то у вас меняется период обращения. Они начинают быстрее приближаться друг к другу, быстрее крутиться. Период обращения растет. Ну и так оно и есть. Это долгие измерения были сделаны в свое время. Действительно, период обращения уменьшается. Это означает, что гравитационные волны излучаются. Можно посмотреть, сколько их излучаются. Это в точности как предсказывала общая теория относительности. То есть сомнений в том, что гравитационные волны есть, ну, мало у кого было, скажем так. Если вообще были скептики хоть какие-нибудь, то я, например, не знаю ни одного. Но важно другое. Важно, что были открыты гравитационные волны, что есть источники гравитационных волн достаточно мощные, которые посылают эти гравитационные волны к нам сюда. И они зарегистрированы были. Вот это для меня очень важно. Что есть источники этих гравитационных волн. Значит, появилась гравитационно-волновая астрономия. Мы начали с помощью гравитационных волн изучать объекты, которые вообще не видно. Потому что гравитационные волны, первое и большинство детектирования гравитационных волн, их происхождение — это две черные дыры, которые друг вокруг дружки вращаются. Их в обычном свете не видно никак. В электромагнитном излучении этого не видно вообще. Выясняется, что такие объекты есть, что их довольно много во Вселенной, и это новая совершенно физика, новая гравитационно-волновая астрономия. Конечно, это большое открытие. Вы знаете двояка. С одной стороны, это красивая теория. Это теория, из которой простекло много результатов и идей и для физики, и для математики. Это теория, которая вполне возможно позволяет совместить квантовый принцип и гравитационные взаимодействия, создать квантовую гравитацию, которая является теорией квантовой гравитации. Что очень нетривиально, на самом деле. Квантовую гравитацию без теории струн создать не удавалось никому. А эта теория, она претендует на то, что она включает в себя квантовую гравитацию. Это плюсы. А минусы состоят в том, что у нее очень слабая предсказательная сила. Я помню, где-то в 85-м году произошла так называемая струнная революция, когда выяснилось, что есть всего два, ну сейчас считается три типа струнных теорий, очень конкретных, которые самосогласованы. И я помню, что один из апологетов и вообще очень известный физик и теоретик Виттон приезжал сюда, в Москву, и рассказывал Фиане на семинаре про вот это вот новое развитие теории струн. И пафос у нее был такой. Ребята, все, мы теперь знаем, всего две или три теории есть. И дайте срок, мы вам все предскажем. Все вычислим, все предскажем. Заряд электрона, массу электрона узнаем. И так далее, да. Все про мир мы вам расскажем, потому что теория известна. Все, одна из трех правильно. Ну тогда две было. Значит, и что с тех пор прошло, слава богу, уже там сколько лет? 45 лет, что ли? Нет, 35. Да, 35 лет. И выяснилось, что ничего подобного, что предсказательной силы никакой нету. Потому что в теории струн есть безумное количество вакуумов. Другими словами, реализации данной конкретной теории может быть физическая реализация. Может быть очень-очень много. Значит, физика зависит от того, в каком вакууме мы находимся. Вот есть Хиггсовские вакуумы из-за этого частицы массивные. Есть там, ну, короче говоря, есть много возможных состояний вакуумных в этой теории, в каждой из которых физика своя. Набор частиц разный, взаимодействия все разные и так далее. Все параметры разные. Вот такая картинка. И из-за того, что их очень много, их безумно много. Люди говорят, а 10 в пятисотый штук. Из-за этого у вас 10 в пятисотый возможностей. Ну и какая тут предсказательная сила? Никакой. Сейчас, значит, там пытаются люди из этого тупика выйти, но, в общем, на сегодняшний день она такая грустная. С точки зрения математики и физических идей замечательная теория, а с точки зрения предсказательной силы на сегодняшний день не видно. Ну, в физике элементарных частиц ситуация такая, что теория, которая описывает все, что мы знаем вокруг, она как бы завершена. Стандартная модель. Вот позон Хиггса был последней неоткрытой частицей в этой стандартной модели. И на сегодняшний день почти все, что все явления, какие есть в природе, описывается в этой стандартной модели. С одной стороны. С другой стороны, ясно, что это не окончательная теория, что это не все, точнее. Ну, ясно откуда. Есть темная материя, новые частицы. Есть нейтринная осцилляция, которая тоже не очень вписывается в эту стандартную модель. Есть вот асимметрия между веществом и антивеществом, она тоже не объясняется в стандартной модели. В мире есть асимметрия между веществом и антивеществом, и стандартная модель не в состоянии это объяснить. Есть и внутренние трудности есть у стандартной модели. И на мой взгляд, самое главное, вот следующий шаг, это выяснить, что за ней, как она расширяется, какие есть новые явления, которые не входят в эту стандартную модель, не описывают стандартную модель. Явления, процессы, частицы, что за ней, новая физика, есть такой прям термин, физика, линтанная чтица, новая физика. Вот что такое новая физика? Где она будет открыта? Одному Богу известно. Все рассчитывали на ЦЕРН, конечно, на большой адронный коллайдер, но пока он отработал довольно хорошо. Ну, далеко не весь свой срок, но какую-то часть срока он отработал, хорошо отработал, никаких сигналов. Новой физики нет. Это может быть в процессах с участием тяжелых кварков. Есть такой ускоритель, как БИ, и, соответственно, эксперимент БЭЛЬ, или СуперБЭЛЬ, СуперБЭФАБРИКА, и БЭЛЬ-2 эксперимент, где изучаются тяжелые кварки, свойства тяжелых кварков. В их распадах могут появиться сигналы от вот этой самой новой физики, и так далее. Есть много возможностей, но где именно появится, произойдет прорыв, сейчас сказать очень трудно. Ну, давайте я повторю. Значит, это моменты какие? Мы знаем, что есть темная материя во Вселенной, это частицы, которых нет в стандартной модели. Мы знаем, что есть вещество и нету антивещества. Это тоже не описывается стандартной моделью. Должна быть теория, которая это описывает. Мы знаем, что есть нейтринная осцилляция. Они тоже не укладываются целиком в стандартную модель. То есть взаимопревращение нейтрино друг в дружку. Нужно выходить за рамки стандартной модели, чтобы это объяснить. Это как бы экспериментальные факты. Но есть и внутренние трудности у стандартной модели. Совершенно непонятно, почему масштаб известной физики, масштаб слабых и электрослабых взаимодействий 100 ГФ. Масса ХИКСа, грубо говоря. 100 ГФ. Ну там 125, масса ХИКСа. Ну вот такой масштаб 100 ГФ. Почему он так сильно отличается от гравиационного масштаба? Гравиационный масштаб это 10-19 ГФ. На минуточку 17 порядков отличается. Значит, и если посмотреть на стандартную модель и наивно к ней подойти, то выглядит дело как будто так, что квантовые поправки, которые известно, что должны бы быть, они стремятся подтянуть этот масштаб стандартной модели к масштабу гравиационных взаимодействий. Из 100 ГФ сделать 10-19. Грубо говоря, взаимодействие с вакуумом. Вакуум это нетривиальное вполне среда и взаимодействие с вакуумом всех частиц меняет их свойства. Такие наивные свойства частиц. Это хорошо известные вещи в квантоветродинамике, там, Ламбургский сдвиг, аномальный магнитный момент электроны и так далее. Просчитанные вещи, они действительно меняют свойства частиц. Так вот, наивно свойства бозона Хиггса должны были бы очень сильно быть не такими, как мы видим. Его масса должна подтянуться аж к гравитационному масштабу 10-19 ГФ. Она не подтягивается. Почему? Либо мы чего-то не понимаем тут, чисто теоретически, либо есть новая физика, которая регулирует и делает ситуацию менее драматичной. если это дело за новой физикой, то она должна быть на не очень высоком энергетическом масштабе. вообще, это был расчет на то, что Большой Адронный коллайдер эту новую физику обнаружит. Но он не обнаружил, поэтому тут сейчас ситуация очень интригующая. есть такие проекты, они никем пока не утверждены, печать не поставлена, да, есть проект сверхвысокой, значит, коллайдер на сверхвысокую энергию в Церне прямо, это 100 километров кольцо, сейчас 27 километров, хотя речь идет о кольце 100 километров, еще и магнитное поле там сделать существенно выше, чем то, что есть сегодня, таких магнитов пока нет, не сделано человечеством, но такой проект есть, и он вполне обсуждается, есть в Китае проект, похожий, немножечко менее, как говорится, на меньшую энергию, но похожий, тоже очень длинное кольцо, там типа 80 километров, и очень высокий энергии, вот два таких, но и тот, и другой проект еще не утверждены, ни тот, ни другой, когда они, будут ли они утверждены, и когда, это сложный вопрос, есть проект линейного коллайдера электрон-позитронного, фактически предназначенного для того, чтобы изучать свойства бозона Хиггса, прецизионно, точно, они много чего могут нам сказать, значит, этот проект линейного коллайдера есть в Японии, но японцы как-то не торопятся с его утверждением, непонятно, то ли они, в общем, никак они не могут решиться, дорогая штука, и все рассчитывали на то, что японцы с помощью всех остальных, всего остального мира сделают эту машину, но пока они как-то не хотят, не говорят да, ну, японцы редко говорят нет, но то, что они говорят, скорее смахивает на японское нет, чем на да, вот эти основные, ну, есть еще один проект, еще два проекта, в Японии и в Соединенных Штатах, но это уже нейтринная физика, это ускорители, которые делают нейтрино, и вдалеке регистрируют их большими детекторами. В Дубне это очень интересная задача, это задача понять, что происходит при столкновении двух тяжелых ионов, двух тяжелых ионов сталкиваются, и там образуется некая среда, которую можно условно назвать кварглённой плазмой, точнее, я бы сказал кварглённая среда, протоны и нейтроны состоят из кварков, кварки считаются на сегодняшний день элементарными частицами, и очень может быть так оно и есть, и они входят в состав протона и нейтрона, а глион это еще один тип частиц, которые похожи на фотон и связывают эти кварки в протоне и нейтроне. Так вот, когда вы при высоких энергиях, достаточно высоких энергиях сталкиваете два тяжелых иона, там может образоваться вот такая вот среда из кварков, теперь уже и глионов, они все обобществятся, те кварки и глионы, которые сидят в протоне, обобществятся, протонах и нейтронах в ядре, и станет вот такой вот шар, сделанный из кварков и глионов. И изучать свойства этой среды, это очень интересно, и это делается при очень высоких энергиях в Америке и в Церне, сейчас на Большом Адронном коллайдере, в столкновениях тяжелых ионов, там есть такая тяжелые ионная программа, а большие плотности, но не очень высокие энергии, температуры вот этой среды, это как раз область ники, вот того коллайдера, который создается в Дуне. Это очень интересная задача, но это все-таки не совсем физико-минтанных частиц. Вот такая специальная задача по изучению кварт-глеонной среды. Ну, прежде всего, я бы сказал, что мы совсем даже не понимаем, как Вселенная получилась, образовалась. Мы можем проследить, значит, на сегодняшний день уверенно проследить, узнать, какая она была при температуре типа 10 миллиардов градусов. Мы можем, мы догадываемся о том, что была эпоха до вот этой самой горячей стадии, и даже мы не знаем, что это была за эпоха, строго говоря, пока, ну, все думают, что это инфляция, но это не теорема, пока еще. А что было еще раньше, мы не знаем, и как, из какого начального состояния появилась, скажем, если была инфляция, пошло вот это раздувание инфляции, этого мы пока сказать не можем. И если инфляция была, то, может быть, никогда и не сможем. Уверенно сказать, не просто теоретизируя, а опираясь на экспериментальные факты или наблюдения космологические. Поэтому насчет старта есть много разных идей, но так, чтобы мы хоть что-то надежно знали, нет, ничего такого нет. Что касается прогнозов, то прогнозы тоже делать очень трудно. Прогнозы зависят от того, что такое темная энергия. Сегодня некая форма энергии доминирует во Вселенной, больше всего ее во Вселенной. Называют ее темной энергии, но никто не понимает, что это такое. Единственное, что про нее можно сказать, что если меняется во времени, плотность этой темной энергии, то она меняется очень-очень медленно. Может быть, это вообще константа, плотность энергии. Констант, тогда это эквивалентно тому, что Эйнштейн вводил космологических постоянных. А может быть, это какое-то новое поле, которое создает вот эту медленно меняющуюся плотность энергии во всей Вселенной. Вот мы про нее не знаем, не знаем, что это такое, не знаем ее природу, эта темная энергия. И она будет дальше доминировать. Плотность вещества и темной материи падает с расширением Вселенной, а у нее постоянно держится или почти постоянно. Поэтому она будет доминировать. Она будет самой главной и дальше вопрос зависит, то есть ответ на то, что произойдет со Вселенной, зависит от того, что произойдет с этой темной энергией. Если она постоянная во времени, то Вселенная будет вечно расширяться. Все, галактики разлетятся друг от дружки и все такое прочее. Будет вечное расширение. Если ее плотность уменьшается все-таки со временем, что не исключено, пусть медленно, но уменьшается, тогда она может дойти до нуля. Если она дойдет до нуля, то Вселенная начнет сжиматься и снова разогреется. Снова мы попадем в сверхплотное, сверхгорящее состояние. А если она растет, что тоже вообще говоря не очень-то исключено, очень маловероятно, тем не менее, не исключено, тогда может оказаться так, что в течение времени скорость расширения будет расти, расти, расти до такой степени, что все разлетится к чертову матери. Атомы, электроны улетят от ядер атомных, из-за того, что Вселенная с гигантской скоростью будет расширяться, все атомы, значит, из атомов они все разлетятся. Так называемый большой разрыв сценарий. Не исключено. Сегодня мы не знаем, какая из этих возможностей реализуется. Ну вот надо узнать, как устроена темная энергия, меняется она вообще со временем или нет, если меняется, то в какую сторону растет или падает. Сегодня она, все экспериментальные данные совместимы с тем, что она постоянно во времени, но как все экспериментальные данные, там есть погрешности, и погрешности довольно большие в данном случае. Поэтому по-видимому дальнейшие астрономические наблюдения позволят как-то более определенно сказать, что это за субстанция, как она меняется со временем. Может быть. Если действительно Вселенная будет вечно расширяться, представим себе, что темная энергия константа, что вполне возможно. Она будет вечно расширяться, наша Вселенная. И это значит, что потихонечку все остынет, все звезды погаснут, будет холодная смерть. будет себе расширяться и будет. И наплевать на то, что там, понимаешь, с протоном происходит. Пространство будет растягиваться и растягиваться, и это будет обеспечиваться темной энергией. Все. Во Вселенной останется одна темная энергия и расширение пространства. А все это шушеры, атомы и все прочее. Ну, распадутся когда-то, да. Я хочу, чтобы зрители, если они будут смотрят наш с вами разговор, то все-таки надо понимать, что это произойдет. Все эти сценарии, они, конечно, рассчитаны на очень-очень далекую перспективу. У нас есть еще ну, как минимум 20 миллиардов лет, когда все будет более-менее так же, как сегодня. Вы знаете, мне помогают формулы. И, наверное, большинству людей, которые занимаются всякой квантомеханикой, квантотеорией поля, образы возникают из формул. Из формул, из графического изображения этих формул. Тут отсюда возникают некоторые образы. но образы, они, конечно, не так, чтобы совсем были адекватны реальности. Поэтому понимание в таком обыденном смысле, оно так и не возникает. Но умение описать и получить ответ, оно, в общем, не хуже, чем понимание. Если вы умеете описать явление на языке формул, получить ответ, ну, скажем, сколько времени живет меон, элементарная частица, которая там распадается, вы можете вычислить его время жизни. Сорвитесь экспериментом. Если у вас происходит, получается совпадение, значит, вы говорите, о, я все-таки правильно понимаю в кавычках, что происходит. У меня есть теория, позволяющая сделать вычисления и сделать предсказание, проверяя его на эксперименте, видишь, что все в порядке. Но как он распадается, вопрос меон, он нестабильный частиц, элементарный, но нестабильный. Вот как он распадается? Как вы понимаете, как распадается меон? Да никак я не понимаю, распадается и все. Умею описать, умею вычислить время жизни. Знаю теорию, которая описывает его распад. Но как он, есть вопрос, на который ответить невозможно. Вы знаете, есть. Все-таки я хотел бы, вот в чем такая мечта. Возвращусь к началу нашего разговора. Мы знаем, что Вселенная, что до горячей стадии была какая-то другая стадия. Мы о ней вообще плохо понимаем, что это за стадия была и как она. ну не то, что плохо, но есть разные гипотезы, но какая из этих гипотез правильная, мы не знаем сегодня. Мечта у меня такая, чтобы появились новые экспериментальные наблюдательные данные, которые бы позволили нам сказать, вот она была вот такой. Была инфляция, скажем. Или там, вместо инфляции было сжатие, потом отскок расширения. вот, и это мечта, но она вообще говоря реализуемая. Я не знаю, там, на моей жизни или нет, она реализуемая, потому что свойства нашей Вселенной как целого и ее частей, они определяются вот этим самым начальным состоянием. Вот те галактики, скопления галактик, электроизлучения, о котором шла речь, они все помнят о том, какое бы было вот это самое начало. Вот что замечательно. И, конечно, было бы крайне интересно, разглядывая Вселенную, понять, с чего она стартовала, как она начиналась, ну, может быть, не с самого начала, но с до начинания стадии, которая была очень горячей. Вот, это, пожалуй, мечта, и, ну, надеюсь, она реализуется. Посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Семкин Корректор А.Егорова